Продолжение следует... 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 байки, потому как научных работ Charger 5 не выкладывали. Ну, вообще, коллектив OpenAI, он уже давным-давно не Open, уже два года от них нету ничего интересного, кроме каких-то там технических обзоров своих продуктов. А что-то конкретное, что-то действительно научное, имеющее ценность научную и научную значимость, ну, скажем так, стало от них намного меньше после того, как это превратилось в коммерческую организацию. Соответственно, единственное, что нам остается, это лишь строит гипотезы о том, как там, что устроено. То есть, может быть, там какой-нибудь обиженный твиттерский уволится когда-нибудь и вывалит все. Ну, скорее всего, обиженный твиттерский просто откроет свой стартап и в него инвестирует миллиард денег. Такие дела. Вот. Ну, а наша задача сегодня попробовать сымитировать, собственно, вот это вот непотребство, которое... Сейчас я открою. Во-первых, у... Во-первых, у... Сейчас, секундочку. У... ЧАДЖИ ПИТИ, ОПЛИН и ЯЙ, есть подробная инструкция о том, как, в принципе, их резонинг работает. Вот. Если кратко, то пользователь делает какой-то запрос, вот юзер. Напиши баш-скрипт, который там ППП делает что-то там. Ну, и дальше, типа, возвращается ответ. Как это работает? Как работает резонинг? Сначала срабатывает некий внутренний голос модели. Условно назовем его внутренним голосом, но на самом деле это просто какие-то токены генерируются. Я считаю, что резонингом занимается какая-то сторонняя модель, возможно, та же самая GPT-4, которая выполняет процедуру генерации логической цепочки. Допустим, мне кажется, просто GPT-4, вот эта, которая резонингом занимается, ее обучили на датасетах, которые представляют из себя Chain of Touts. Давайте я сейчас быстренько покажу, что такое код датасеты. Не Call of Duty, а Chain of Touts — это, типа, цепочка рассуждений, если точно. Хаген. Хаген. Посмотрим. The Code Collections. Вот. Так-так-так. VPDF. Нет, это не то. Это какая-то работа. А, вот NM-code. В общем, возьмем какой-нибудь датасетик, посмотрим, что интересного вообще, что он из себя представляет и какие данные в нем содержатся. Так-так, и... Так. И, короче, здесь у нас... Это я так смотрю. Сборка. Нет, надо было. Хагенфэйс датасет. Давайте-ка сразу через слово датасет. Ну ты... Малой, малой тут суетится. Хочется беситься ему. Так, инструкция. Instruction. Финтюнинг датасет. Коррекшн. Альпака. Год. Full датасет. Как-то странно, конечно, это все выглядит. В общем, да, этот надо моментик еще будет подзучить. Малу, привет, хорошо. Передал. Это он там бесится. Планшет сидит играет. Вот. Ну, в общем, короче, Chain of Thoughts. Давайте. Chain. Просто какой-нибудь экзампл. Chain of Thoughts. Экзампл. Chain of Thoughts. Промптинг. Вот. Нужно, блин, я же где-то видел. Хороший, хороший был экзампл. Learn Properties. Сейчас что-нибудь, чего-нибудь найдем интересненькое. Промпт. Так. Get Home. Все равно все не то. Ну, в общем, грубо говоря, то, как я воспринимаю цепочку рассуждений. Модели дается некий текст. Дальше она строит цепочку логических размышлений на тему того, как вот эту информацию интерпретировать, что хочет пользователь. Возможно, там работает не две модели, как мне кажется. Может быть, там ансамбль из моделей, и есть разные GPT-4, которые заточены под разные какие-то задачи. Может быть, там одна GPT-4, у которой есть в шапке микстура агентов, которая, собственно, и опрашивает через разные агенты одну и ту же GPT-4, пытается понять, в каком направлении вообще получить информацию. Ну, короче, каким-то образом генерируется эта цепочка рассуждений. Цепочка рассуждений представляет из себя, ну, вот как я мемасики на картинке показал. То есть, есть некая входная фраза. Дальше модель запускает текстинг и думает в нем, ну, как думает, условно, генерирует какой-то текст, который можно интерпретировать в дальнейшем. После чего полученный текст передается дальше в контекст модели. После того, как генерация заканчивается, контекст в теге think, он выбрасывается. И на следующем шаге, при следующем запросе пользователя, учитывается только ответ, который дала модель, но не учитывается цепочка размышлений. Вероятно, это связано, но тут даже это все в теге прописано. То есть, input и output попадают в следующий шаг input, а reasoning нет. То есть, ну, соответственно, и это происходит до тех пор, пока контекст Windows будет в модель влезать. Следовательно, если, ну, если reasoning нет, то модель каждый раз, когда мы будем задавать одинаковый вопрос, будет заново проходить цепочку размышлений. Что, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, возможно, не очень хорошо. Тут где-то про это сказано. support and test. Где-то про это было. Па-па-па-па-па-па. Кейтинг, адвай спромтинг. Вот, ну, в общем, и какой план, собственно, у меня. План у меня попробовать взять парочку лам и реализовать вот этот алгоритм. То есть, одна лама. Я вижу, в общем, проект себе следующим образом. Есть у нас, допустим, одна модель, которая представляет из себя function call модель. Function call модель – это система, которая, ну, это модель определенным образом обученная, которая умеет использовать тулы. Тулы имеются в виду JSON-массивщики, которые в системном промпте описаны и представляют из себя условия, ну, и название условий, при которых должны те или иные тулы дергаться. Например, у нас есть тул, который выполняет математические операции. Соответственно, в модель приходит запрос от пользователя, типа, сложи мне 2 плюс 2. Модель видит, что у нее есть тул, который выполняет математические операции. Она, соответственно, дальше формирует специальный запрос, на котором некая внешняя система производит прерывание, пересылает запрос, который сформировала модель, в указанный тул. Например, это тул, который выполняет математическую операцию, после чего возвращает ответ. Вот, собственно, мое предположение какое. Есть у нас некая Function call модель, модель, которая, допустим, лама, которая принимает запрос пользователя и перед тем, как продолжить, она делает Function call и формирует в нем запрос. Типа, построить цепочку размышления, учитывая, для того, чтобы наиболее правильным образом ответить на запрос пользователя. И пересылает этот промпт в вторую модель, в которой, собственно, обучено выполнять вот такие вот chain of tolls. Ну, то есть, собственно, выполнять reasoning. Модель, которая выполнять reasoning умеет, формирует некий системный, фу, не системный, формирует некий ответ, результат, после чего возвращает его обратно в первую модель, Function call. Соответствующий тег это все кладется, после чего Function call модель, уже используя контекст, полученный из другой модели, пытается сформировать ответ, наиболее релевантный тому, что пользователь спросил. Вот. Это если прям супер-супер-супер-супер кратким образом. Давайте, наверное, начнем, как говорится, со схемы. Есть, короче, такой фанчарт. Отличный фсайт. Я его очень уважаю. Давайте на нем попробуем, попробуем описать в общих чертах, вообще, что я хочу, что я хочу сделать. Единственный темплейт поменяю. Мне не нравится вот этот. Мне нравится больше вот такой темплейт. Так, окей. На входе у нас, допустим, будет юзер. Юзер делает запрос в некое, некое LLM. Допустим, это будет Function call LLM. Так, все лишнее, короче, убираем. Function call LLM. Так, это слишком, слишком, как это, великовато. Function call. Давайте так сделаем, чтобы красивенько было. Дальше. Function call LLM пытается... У нее, допустим, есть несколько тулов. И, соответственно, один из тулов называется reasoning model. От LLM. Зонинг. Дальше. Reasoning model обратно делает запрос. Здесь мы тебя назовем FC. Reasoning model делает обратно запрос в FC model. Вот, соответственно, двухсторонняя связь происходит у нас. Единственное, что я бы хотел, наверное, это как-то по-другому сделать. Давайте-ка сделаем. Вот это. Только... Во. Чтобы было понятно. Соответственно, есть такая обратная связь. А, да и action call. Все-таки у нас тут все. Function call. И после чего, Function call model, уже учитывая ответ, единственное, разве что... Ответ единственное, разве что, стоит, наверное... Возможно, все-таки, да. Все-таки лучше сделать пошагово. Function call. Запрос приходит от юзера. Дальше. Function call model. Function call model делает в reasoning model. Reasoning model генерирует... Генерирует... Отчет... Генерирует... Chain of tells... После чего... Отправляет его обратно в Function call model. И... Function call model... А, единственное, это должно отправиться в контекст. В контекст. Соответственно, Reasoning context должен... Ну, цепочка размышлений должна попасть в контекст. В Function call model. После чего... Она... Используя этот контекст, генерирует ответ обратно пользователю. Соответственно... User... И дальше здесь мы пишем в юзера. Ну, вот как-то так. Как-то так я себе это представляю. То есть... Ну, и соответственно, дальше работа производится по кругу. По кругу ходит трафик. Вот. От юзера приходит запрос. Function call model. Function call отправляет запрос в reasoning model. Reasoning model... А, единственное, что... Когда оно попадает в контекст... А, вот перед тем, как отправить пользователю remove, необходимо сделать... Remove. Client thinking. Ну, то есть... Ну, или drop. Короче, надо выкинуть... Надо выкинуть содержимое тега thinking. Вот. Для того, чтобы... Для того, чтобы ничего лишнего не попало... Опа, интересно. Интересно. Для того, чтобы ничего лишнего не попало в... На следующий шаг. Соответственно, ну... Function call модель отдает юзер. И вот так вот мы ходим по циклу. По кругу. Соответственно, что мы здесь видим? Здесь мы видим... Здесь мы видим, например, что я могу вот этот моментик... Делать... Делать... Делать вот так. Чтобы было красивенько. PC. Вот. И у нас получится... Получится что-то вроде этого. Конечно... Кодок, по-моему, даже прикольнее. Даже красивее получается. Не знаю, чей, но в Taos... Taos звучит как Game of Thrones. Давайте вот так лучше сделаем код. Даже не год, а код. Вот. Вот. Что-то вроде этого. Что-то вроде этого я себе представляю. То есть запрос от пользователя приходит в Function call model. Function call model... Единственное, вот это вот, конечно, блин, как-нибудь бы в отдельные шаги разделить. Типа... 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 Так... Я, возможно, слишком сильно заморачиваюсь. Не обращать внимания тут сейчас. Сейчас я пойму, что я хочу. Ладно. В принципе, такая схема более-менее понятна. Наверное, остановлюсь на ней. Вот. Собственно... В роли модели... Я буду использовать... Во-первых... Да, во-первых, это я хочу все сделать на базе Olamo. Во-вторых... Да, давайте я, на всякий случай, лучше напрямую. Так-то быстрее будет. Во-вторых... Lama 3.1, наверное, самая сейчас продвинутая модель из небольших. Возьмем 8b. 7b очень... 70b очень долго у меня рендерится. Вот, потому как... Как-то я еще не до конца закончил свою идею с кластером, с кластеризацией RPC. Бэкэндов это я как-нибудь потом. До релизио. Вот. И, в общем... Короче, план такой. Возьмем ламу какую-нибудь 3.1, 8b. Попробуем сейчас с чистоганом. То есть, мы берем ламу 8b и говорим ей. Оставив цепочку размышлений, для которой можно описать решение, необходимое решение пользовательского вопроса. В общем, как-то так надо сформулировать. Я сейчас открою мой GPU сервер 02. Это машина 4090, которая у меня. Так. Давайте, собственно, попробуем... Ну, не... Давайте... 3.1, 8b. Составь. Системный промпт. Промпт. Который бы заставил. Олм. Генерировать. Сапочку. Размышлений. Для такой, чтобы ответить на вопрос... На вопрос пользователя. Так. Что ж такое? Пользователем. 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 Кажется, надо отправить цепочку. Вюзер отравляет запрос. Получает только итоговый ответ после всех цифровоподумания. Да, всё верно. Всё верно. Да, именно об этом здесь и написано. То есть каждый запрос, каждый тюрн, входные данные, которые пересылает пользователь, каждый шаг делает размышления какие-то Я не знаю, почему зеленое здесь больше, чем ризинг, потому что по факту Charger 5.0.1 генерирует гораздо в разы больше ризининга, чем мой изначальный вопрос Ну да ладно Так, попробуем Так, мы попросили Supervised Так, что-то это не то мне придумало Походу Нет, давайте-ка мы попросим какую-нибудь Какую-нибудь гема, в принципе неплохая Где там гема была Тут что-то лама мне напридумывала О, вы эксперт в области Офигеть, офигеть, то что надо Теперь Переделаем, переведи На английский язык Английский язык И верни в формате В формате Markdown Вот про Markdown она забыла Ну ладно, не суть Отличный промпт получился In the field of area of experts Так, а что теги на облазине Ну эксперт в области Так, окей И надо Сразу Сразу будем создавать Какой-нибудь простенький Проэктик Проэктик Так, на всякий случай Мало ли А нет, это все Это можно Это можешь смотреть Это, кстати, мой проект Lama CPP RPC Кому интересно Я на Хабре сегодня Релизил публикацию На эту тему Кстати, да Я забыл сказать Все, кто не в курсе Не слышал На Хабре Прям свежачок Сегодня закончил Пост Про Распределенные Инференсы При помощи Lama CPP Вот Не забываем Ставить лукасы Кому интересно Кто не читал Кидаю ссылочку В чатик На твиче Вот Такие вот дела Вот Ну а мы продолжим Собственно Нужно создать Какой-нибудь Тестовый Простой Проэктик Для этого Давайте Сети Для пяти Давайте Сделаем Папочку Ну, например Назовем ее Как-нибудь Lama O1 Preview Чтобы быть Очень оригинальным Человеком Самым оригинальным Человеком На свете Выберем Такое Странное Дурацкое Название Lama O1 Preview Вот И тут Соответственно Откроем Папочки Так Lama O1 Preview Хорошо Закрываем Дальше Ой Я куда-то нажал И оно все Сломалось Дальше Сделаем Промпт Назовем его Скажем Да хватит Уже Индексировать Назовем его Скажем Код Промпт TXT Не будем Мудрствовать Лукаво Пускай Это будет А Кстати Да Ой Про эту я фичу Не знал Прикол Так Пускай Это будет Да Не TXT А сразу Сразу MD Чтоб удобно Было Так И И И Вот это вот Единственный Эксперт Of Everything Every Everything Не You are an expert In everything Ну прямо Как я Собственно Ну или Многие эксперты Из Слэчата Ваша Раздача Помогать Юзерам И Бла-бла-бла Когда Помогаешь Юзеру Используй Следующие Шаги The Field Of Based On Нет Кнорич Давайте Without In Типа Не будем Указывать В какой Сфере Пускай Вообще Your task Help you Узерсту Так Вот это Не нужно Denouncing Education Following Best Steps Understand Important Example User Understanding The Question You want To know The Master Plane Gator Justification Гипотеза Choosing Гипотеза Hypothesis Мне нравится Как на английском языке Звучит слово Гипотеза Hypothesis Как гиппопотам Только с одной p K-point This prompt Teach the LM not just Generate text But think logically Dialogue that Resemble Human Exchange Нет И надо Короче Надо Чтобы Надо Не Надо Не Просто Надо Важно Даже Важно Чтобы Модель А подожди Она вернет Цепочку Размышлений И ответ Отлично Соответственно Единственное Да Конечно Надо Вот Это Все Мы Сейчас Короче EPS EPS Today Нет Все Follow The Instructions Вот Хорошо Ну Вот Как-то Так Я Думаю В принципе Этого Будет Думаю Вот Этого Будет Достаточно Example И Такой Хороший K-prompt Получился Да Конечно С Markdown Я Переборщил Пускай Будет Просто X-t Вот Такая Вот Штука For Against Based On Your Knowledge Так Хорошо Хорошо И Следующая Модель Нам Нужна Нам Нужна Не Просто Лама Нам Нужна Лама Я Там Одной Ламой Пользовался Hugging Face Когда Пытался Для Высшей Школы Экономики Ну Совместно С высшей Школой Экономики С учеными Точнее Даже С их Помощью Написать Ну Жопа Нем Написать Публикацию Мне тут Научили Не TXT Не Не Мне Именно TXT Надо Потому Что Markdown Тут Переносы Мне Переносил Строчки А Так Нас Ой Еча А Ну Да Еча Точно Еча Спасибо Но я все равно Потом Заведел Так Вот Function Call Да Я уж проверю Спасибо Trellis MetaLama Instruction Function Call Вот Эту Модельку Я если Не путаю Use Function Call Function Response Системный Промп Так Хорошо Хорошо Так И Соответственно Здесь Даже Может быть Кстати Не Function Call Я Сейчас Подумал Function Call Модель Ведь Нужна Только В Случае Если У нас Несколько Моделей Которые Ну Каждая Модель Выполняет Какую-то Свою Задачу Скажем У нас Есть Модель Которая По Биологии Скажем Есть Модель Которая По Математике Модель Которая По Естественному Пространству Какого-нибудь Физика Вот И Нам Нужен Роутер Тогда Наверное Имеет Смысл Function Call Модели А Если Роутера Нет То Наверное Ну Роутить Ничего Не Надо То Наверное В этом Смысла Особого Нет Поэтому Давайте Наверное Короче Мы Сделаем Prompt Так Делаем Уже Темно Все Слава Богу Так Напиши Системный Prompt Пускай Кстати Это Будет Все Таки Гемо Пау Дефолта Напиши Системный Prompt Для Модели Которая Будет Принимать Цепочку Размышлений Другой Модели Принимать Запрос Пользователя И Учитывая Размышлений В Контекст К Себе В Контекст И Учитывая Контекст Пытаться Ответить На Запрос Пользователя Наиболее Подробным И точным Образом Наиболее Точным Образом Как-нибудь Так Опять На Русском Написал Люди На Английский Контекст Авоя Модел Наш Модел Та-та-та Your Advanced Tanguage Модел Так Текст Ну Давайте Basic Пускай Это будет Basic Prompt Промпт Текст Ну На Жизнь Базовая Модель Есть Chain Of Touts Модель Rules Of Operation Так И Как Там Какой Там Формат И Task Is Раз Два И Generate Так Accept Chain Of Touts Understand Remember Information Receive Request From User Chain Let Request Generate Output Русс Output Generate Нет Это Наверное Через Дофисики Пускай Будет Do not Express Personal Opinion Of Belize Example Interaction Chain Of Aquafords Chain Остался Ну Единственное Тут Наверное Стоит Дведь Какой Нибудь Example Tising Justification Блин Это Мне Не Нравится Потому Что Мне Нужно Чтоб Он Всю Цепочку Размышлений Ну Ну Ладно Допустим 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 Пускай Так Будет Попробуем Потом Если Что Всегда Можно Будет Подогнать Так Следующий Момент Нам Нужен Скрипт Который Будет С Лавой С Ламой Нам Потребуется Stix Нам Потребуется Requirements Stix Так Нам Потребуется Интерпретатор Я Кстати Перешел На Python 3.12 Ой Нет Подожди Ты Не То Фак Ладно Хотел Похваститься Что Перешел На Python 3.12 Нет Не Так Но Это Не Точно Так Нам Потребуется Peep Requests Как Клана Была Улама Python 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 Library Работать будем напрямую с ламой без всяких этих потому что ну есть уже есть всего один по большому счету хороший инструмент это улама я перепоню Попробовал куча разных К сожалению много из того что есть не дотягивает даже до половины улама так где тут это было certify jinx вот она внутри Так 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 дальше нам нужно нужно портнуть уламу и сделать грубо говоря два агента первый агент контекст первый агент пускай делает запрос во первых Так логически у нас есть последовательность действия шаг номер один прочесть системные промпты прочесть промпты для этого open пускай будет первый у нас этот как он называется код Open Код 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 Можно конечно сделать красиво вис там закрытие идентификатор указатель но Я о чем подумал Надо наверное будет сразу не страдать фигня и питер ноутбук делать Демо Во первых прочесть промпты здесь нам понадобится код промпт и basic промпт Basic промпт Нам понадобится так посмотрим Сейчас еще жупитер будет устанавливаться пепер стал жупутер Жупутер Да 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 я в курсе в курсе Сейчас ноутбук чуть чуть пошуршит установит и питер Ну и Давай покажи мне содержимое И запустилось и все отлично Ну собственно мы системные промпты Прописали нам более сделать нечего Пойдем на следующий шаг Теперь нам нужно Инициализировать Агент 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 Почтем Трешим Память чат Память чат Для этого буду использовать решение которой я давным-давно еще написал когда работал с root gpt на хагенфейсе была была моделька так бедрос и выдрос я не помню кстати в таксификаторе я делал или не делал посмотреть так что там еще было ты 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 там нет не делал так а здесь может быть может быть здесь не здесь значит в лоре так ббб тоже не то ну значит что павел g5 кстати этот проект не забросил но это только для тем кто сидит на стриме вот секретная информация вот я этим проектиком занимаюсь может быть не так активно как мне бы хотелось но 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 conversation есть в общем класс который написал илья гусев он мне очень нравится я его переиспользую единственное тут мы чуть-чуть его подредактируем во первых во первых без токенайзера get prompt тому как лама все задачи выполнять за нас это кинизация и хуификации все к такое вот наша задача только правильно сформировать логер понятно я кстати не помню используется ли он где-нибудь нет здесь нет значит дальше тизер дэд от бот message и да кстати нам надо будет пинкинг сделать пинк миссач пинк миссач этот собственно тот самый тот самый тег с размышлениями которые мы будем использовать в дальнейшем так ну это системный message template так это тоже нам все нужно history limit разве что пожалуй оставлю history limit пригодится и системный промпт я думаю нам тут не сильно нужен потому как хотя хотя ладно пускай будет системный промпт пускай будет но точнее как он будет пускай в формате но не если системный промпт и знали и знали и знали и платье знатно на на сделаем точнее что-нибудь типа и нет промпт либо просто массив а кали можно сделать даже вот так вот так да красивенько мне нравится если системный промпт задом тогда мы добавляем роль систем и контекст иначе вот этот тоже все не нужно все отголоски времен когда я еще пользовался трансформерами сейчас уже эпоха у лава это все это глупости так get prompt это все удаляем message template тоже в принципе на самом деле не важно токенайзер не нужно я бы если честно здесь сделал get prompt не prompt get chat get messages как-нибудь так и пускай здесь она возвращает sales messages короче все что есть все что есть в истории но разве что одно из а вот когда происходит от message происходит trim то есть удаляется все старые сообщения но бед делал на случай чтобы он типа чаты были не бесконечные что ты мог сделать себе там историй типа history limit скажем там 10 сообщений у тебя было одно системное сообщение которое в начале о кстати да если систем промпт это нужно сделаем проверку аппендикс какой-нибудь аппендикс аппендикс равен 1 иначе аппендикс равен 0 и дальше аппендикс и дальше этот аппендикс мы используем вот здесь это чтобы правильно рассчитывать обрезалку ну соответственно если у нас нет системного промпта нафига нам плюс одно сообщение делать пускай будет 0 если у нас системный промпт есть соответственно пускай он учитывается и не удаляется и всегда будет первым первым в месседжес списке месседжес так следующий нюанс который я хотел посмотреть это так conversation это наша история можем кстати месседжес для удобства написать или чат или хистер давайте назовем его хистерии 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 пускай этот класс называется хистерии история или чат хистерии вот так прям супер-супер-супер понятно будет чат хистерии и так у нас чат хистерии 2 и написал вот у нас в чат хистерии дальше дальше мы его инициализируем память чата чат хистерии от хистерии равно чат хистерии хистерия атистерии хистерии дали а поджиг импорт empre quê стай даже так УРМ чат хистерии импортировать устроить хорошенькие атистерии а также атистерии до с пас Right а чат history history limit по-моему history limit ну пускай будет давайте для простоты 10 сообщений чтобы не сильно загружать так у нас теперь есть память чат отлично следующий шаг это память чата будет использоваться в basic модели соответственно потому что мы перед вами basic prompt дальше теперь нужен какой-нибудь цикл while true бесконечный кстати у меня кстати у меня где-то тут тоже были на этот счет заметочки здесь кажется написать по 10 раз так вот это переделаем ты-ты-ты до чат модел чат хистерик ну ты же что-то я не скопировал конвера совершил так окей есть вал true sky все будет тут чат хистер и чат хистер и так это мы удаляем это мы удаляем нет наверно все таки цикл while пускай отдельно блоки живет посмотрим сейчас все ли окей инициализировалась тыц тыц чат хистер и чат хистер и и я тут хочу посмотреть мисседжес мне нужно убедиться что в мисседжес добавился ой мисседжес добавилась системный промпт get messages отлично хорошо значит ну базовая логика работает работа с чатом теперь мы можем почистить это дело здесь мы выполняем переинициализацию если юзер прислал команду reset предполагаем что чат хистери от юзер мисседжи приходит запрос от пользователя мы его добавляем в историю дальше чат хистери просим сгенерировать get messages получить список месседжей после чего после чего сделаем запрос по ламу как это было в примере так где-то это было примере где-то примере сейчас подождем подождем поэтому здесь короче если честно вот этот прям хочу попробовать единственным конечно не совсем не совсем ну ладно попробуй попробуем его так from улама стрим 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 стр 3.1, я хочу 8b. PrintChunkOutput. Здесь напишем что-нибудь типа bot. Ну и дальше, как чанки заканчиваются, пускай просто какой-то полос. Фух, так, FlashTrue, ну, то бишь, переноса строки не делать. Так, что-то получилось, окей. Но это не все, это только первый шаг. Так, перед тем, как отправить запрос пользователя в эту модель, это даже, наверное, будет BasicStream. Давайте, Basic, может быть, даже не Basic, модел, пускай это будет. Стрим-то ладно, хрен с тобой со стримом, потом, потом к этому вернемся. Сейчас пока поставлю. Комментик. Так, вот у нас есть басовая модель. И вот это вот тоже, мы потом к этому вернемся. Да, поехал. Угу. У нас есть базовая модель, модель. В обычном режиме она отдает вот так. Output. Output. Надо добавить в чат-history. BasicMobileResponse. Так, чат-history, чат-history добавляем. BotMessage. Output. Ну и, соответственно, дальше можно его сделать print. PrintBot. PrintBot. Output. Вот, тут, в принципе, намного проще предсказуемое, в принципе, понятное поведение. Вот, мы делаем запрос в Olamo, передаем ей массив месседжей. Далее, в Output'е ожидаем какой-то контент. Полученный Output добавляем в чат-history BotMessages. С лимитом, два сообщения. И это, это ответ бота. Вообще, по-хорошему, надо ассистом, потому что я люблю, когда от месседжей с ассистом на юзер-месседж. Вот так. От, ассистит месседж. Output. Дальше. Так, дальше предполагаем, что где-то здесь, вот где-то здесь. От, от, юзер-месседж. Тут, чат. Где-то перед этим участком. Туту-ду. Тинкинг. Где-то здесь происходит тинкинг. В нашем случае это некая, ну, тоже запрос в Olamo. Назовем его, допустим, назовем его, допустим, пускай это будет messages. messages. Массив. Можно как-то так. Code messages. Здесь у нас будет row user. У него будет контент. Content. Content user message. Дальше. Мы этот код messages закидываем сюда. Это будет код модел. Chain of thoughts. Фух. Так. Chain of thoughts. Модель. Единственный нюанс. Chain. Так. Давайте-ка вот так вот я сделаю. Basic. Basic history. Пускай это будет basic history. Basic history. ADD. 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 А код. У кода будет своя история. Code history. Чтоб не писать по 10 раз одну и ту же хрень. И код history. Использует код prompt. History limit бесконечный, потому как каждый раз мы будем ее пересоздавать. Этот класс. Дальше. Messages нам больше не нужно. Они генерируются в моменте. Code history. А, нет, точнее. Code messages. Нам нужны. Code messages. Мы будем получать из код history. Через get messages. И, соответственно, Code messages мы передаем сюда. Messages. Basic. Basic messages. 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 Code messages. Единственное, что я бы сюда добавил вот у нас есть prompt. Мы добавляем как там от user код history от user message и просим 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 user message. Ой. Че-то, 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 че-то вырисовывается. Ну, вот. Собственно, имитация размышлений. Имитация имитации. Так, ну что, я предлагаю сделать крохотный перерывчик. Я сейчас бегаю еще за баночкой энергосика и мы с вами продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 так ну в общем в общем что-то типа что-то типа этого должно быть единственное что ответ output ответ надо бы код код модели ответ код output пускай добавляют в пускай добавляют в basic модель точнее basic history basic history add think message код output ну как то так как то так то есть грубо говоря вся магия происходит где-то на вот этом участке так ну для начала давайте посмотрим как ну короче без ответа как машина размышляет точнее не то что как она размышляет а какую херню на генерит используя код prompt что она тут напишет нам это интересно так запускаем юзер ну допустим почему трава зеленая моя любимая фраза а ты подожди ты куда ты лезешь блин точно ты слезешь у меня в локальный так срочно срочно остановиться нет все окей все окей я вовремя успел остановить значит бы она полезла в локальную ламу тут нам нужно в ламе указать что мы живем 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 на удаленном сервере на креет копиделит а вот лама клиент лама клиент так client чат client чат и у нас машинка будет gpu 02 на которой очень много всего ли и ресурсов в том числе ой ну и чтоб для красоты ой не то чтоб вот сюда чтоб так смотрим запускаем нажимаем циферку почему почему трава ой трофа трава зеленая окей смотрим пришел запрос на улабу ответ ответ ассумпции я даже слово такое не знаю чё это такое наверное ассампшн типа предположение ассумпции а зори здесь тихие ассампции здесь ассумпционисты ой вэй короче понятно предположение вся трава зеленая получается и свет от флорофила гипотеза прикольно прикольно интересно выбрать и пользу задержание вне хлорофила отлично в принципе прикольно не станут конечно с форматом будет поработать но в целом это похоже на код промт который мы здесь описали то есть тут есть гипотеза ассампшн предположено естьusta блюда нравится ассумпцион będzie tungстись които другой синоним ну что на русский это переводится как-то совсем на русском это пишется как то совсем provide me зина не всего моего сдафа Я понял, что предположение. Так, эээ, о, гиасас, гуясас, гуясас, мне нравится больше. Justification, choosing hypothesis, хорошо, хорошо, такс, 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 такс. Suggestions. Suggestions – это предложение, assumptions – это предположение. То есть, suggestions – это типа, короче, блин, вот в русском языке, пока ты думаешь, ты строишь гипотезы, предположения. Когда ты уже что-то придумал, ты выдвигаешь предложение. Suggestions – это предложение, а assumptions – это предположение. Такие вот дела. Жалко, Сбер забили на… ну, Яндекс не хотят выкладывать русскоязычные модели, и мы вынуждены писать на английском вот это вот безобразие. я бы с удовольствием на русском все это писал. Ну, поскольку наш таймлайн пошел по пути ламы, и как-то, видимо, на русскоязычной модели можно, в принципе, ставить крест, придется… придется пользоваться тем, что есть. Такие дела. Вот. Значит, модель нам сделала некое предположение. Следовательно, мы его можем использовать в дальнейшем. Мы добавляем это предположение в Thinking Message. Кстати, я вот тут подумал, что, наверное, стоит три сообщения хранить. Типа запрос пользователя, размышления… а, подождите, нет, Thinking не попадает. Thinking не попадает. Это надо будет… Я на русском промчут для модели T-Lite. Понимаешь, что буду вариться в котле? Да я ж не говорю, что оно не работает. Оно работает, но… как-то… T-Lite – это лама, да, обученная, ты ж понимаешь. То есть, на низах там токены, ну, в общем, оно под капотом, это просто фуэзбучная лама, просто обученная на большом дата-сете русских слов, и поэтому она более-менее адекватно на русском отвечает. Но это не делает ее… Короче, когда ее переучивает, она тупеет. Вот я к чему. Любая попытка переучить чат или инструкт-модель fine-tunit приводит к тому, что она тупеет на базовых метриках. И, кстати, по-моему, это даже Илья Гусев показывал, у него там была серия тестов, и он вроде там какое-то решение даже нашел. Вот. Ну, я в целом как-то от притюна разочарован. Самый, походу, оптимальный вариант – это брать чистую модель, просто нулями заполненную, и в нее вливать тоннами, килотоннами этот… промт… ну, фу, не промт… ну, короче, просто знание. Ну, лучше тренить просто с нуля. Вот. Ну, блин, так разоришься делать, особенно если какой-нибудь 405 модель. Вот. Поэтому… И, возможно… И, кстати, на модели так много уже появилось, что проще просто брать ассамбль из моделей и строить. Вот. Вот прям как я сейчас. То есть я даже не ассамбль строю, я беру одну и ту же модель, просто два раза к ней запрос вторая. Вот. Единственное, я не уверен, что это будет работать. Вот. Как-то так. Так. Ну, давайте попробуем. Так. Почему трава зеленая? Ой, я забыл, надо было добавить… Мы, кстати, скорее всего, видим ошибку того, что тип данных… Что-то history has no object assistant message… Ну, это тоже ожидаемо на всяк… На самом деле, потому что я не сделал рестарт… О, кстати… Так, так, так… Чат хистая… Потому что в консольке будет удобнее с этим переключением работать… Мне проще будет запустить на раз чат… Лама превью… Так, python main… И я бы, если честно, еще бы сюда добавил что-то типа дебаг режима… Что-нибудь… Типа print… Там… Какой-нибудь… Вот такой вот… Print… Чтоб видно было, что это… Синкинг… Финк… Инх… Ну, это типа завершение… Синкинга… Хорошечно… Хорошечно… И здесь, собственно… Output… Так, ну, пока в таком формате, допустим… Почему трава зеленая… Надо, кстати, писать… Потому что мне лень печатать каждый раз… Так, улама пошла… Размышления… контекста ваа… Оришке… Так…. Это… Хорошо… Так… Назвай иголки… … я надеюсь что ты сейчас такой дебанят это не это модель ой так хорошо отдай мое собираю тут ходят всякие иди себе купить что ты ко мне пристава ну закажи яндекс ну в общем яндекс покажи так ну в общем в принципе в принципе цепочка размышления интересная я бы единственное и давайте немножечко перефразируем и кстати потом на гейме попробуем прогнать мне не нравится как это все сформулировано вот кодпромт кодпомптинг understanding the questions you are following the instructions understanding я бы сделал пускай пускай you are expert in the field of everything your task help is available так твоя основная задача демонстрировать the task is demonstrating the logic of your thinking when answering user questions follow this step understand the question justify assumption and begins best on your knowledge вот так вот ровно такой формат так почему трава зеленая собственно наша основная задача заставить модель поразмышлять каким-то образом зеленые из-за присутствия в юристях ну кстати уже неплохо это уже неплохо гипотеза возможно причина в том что тут три примера три гипотеза поэтому здесь она три варианта ответов здесь она три варианта ответов дело ну и когда мы смотрели в юпидер ноутбуке тоже было три варианта то есть возможно если сделать явно сказать что количество гипотез может быть аааа за и против про скоп про сконс про сконс best on your knowledge точно за и против оно на русский переводится понятно так почему трава почему текс текс форма зеленый расстелись уходить узнать зеленый цвет травы прикольно тесла пора уже закраконить вопрос да пора пожалуй давай я внутренне сделаю первый запрос expand фи 1 pressed месседж ELSE текс в так сойдется соответственно пускай она и фу ты еб, по RST если 1 опс в vile единственный недостаток то что можно забыть сделать инкремент и плюс 1 x отлично единственная я бы если честно здесь написал бы принт там если что поменяем пробельчик пробельчик так ну все в принципе хардкод у нас есть костыль но хоть 10 раз не набирать вот видимо да где-то на этом месте видите модель отвечает ну во первых она отвечает на английском языке это тоже не очень хорошо потому что она должна на русском по и агентстве за и против да ну это конечно модель окей и ехе ну в принципе в принципе прикольно так теперь надо я думаю что-нибудь посложнее где-то там у нас был в чатике елки-палки где-то в чатике был запрос где-то в чатике был запрос на тему логической цепочке сейчас я поищу все туда фух так 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 есть тут у меня кое-что кажется это называется зебра пазл да конечно это не совсем это не совсем похоже на цепочку логических размышлений тут именно нужна модель которая именно заточена на код простым системным промптом но в принципе для базового для просто прототипа этого более чем мне кажется достаточно то есть мы видим некую цепочку размышлений которые модель генерит пытаясь ответить на вопрос мы видим потом видим потом что это цепочка размышлений попадает в контекст после чего так а ну это я тут развлекался смотрели хотя кстати это кстати тоже неплохая тема какое число больше посмотрим что скажет там разница где-то здесь циферка на 6 они друг другу эти цифры из разговора о деревьях и вид отношения это забавно забавно возможно кстати причина в том что цепочка размышлений из истории не попадает так значит надо значит надо попытаться что-нибудь с этим сделать basic basic я думаю просто причина в том что короче что-то вот из этого не попадает в не попадает в базовую модель тан-тан-тан-тан-тан-тан система контент хипотеза 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 синг хорошо да тут единственный нюанс то что непонятно как это как тынг при армяне как говорится предположим предположим что мы это не в think месседж добавляем а в assistant месседж единственное как бы так в assistant месседж ща 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 я почти придумал я почти так вот где-то здесь где-то здесь нам надо короче синг мержить в надо мержить в кодер был на память вызова get messages мержить содержимое think в role assistant что получилось ассистент что получилось что-то типа что-то типа role или там короче должно быть незакрытая незакрытый ответ ассистента ассистент контент 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 то какomoff теньк содержимое теньк закрывающий тек теньк далее налагается даст какое-то ответ что-то типа этого подождем дипсикодер это вам этого мне это сейчас пока прогрузится пускай он пока думает так ну это я думаю нам не пригодится и think наверное стоит сразу удалять делать unset там пошло нет еще просчитывать так размышления встраивать в ответ ассистента передавать полученный чат на вход модели которая использует размышления с предыдущего шага у кстати это можно будет еще прописать basic prompt accept from from think from think tag from inside think think understand the value of the function of this chain of toll using the value of the function of what general example chain of tolls think think model response эфир has cons как-то так там вопросы задают в чате в вашем так ээм ээм фуууууuc 88 сообщение так ээммм ээм надо счёпать Woo! instruction так читаю в промпти можно опросить часть вывода делать например блоки кода по типу сделай литературный перенос на английский язык перевод введенный текст должен быть внутри блока кода мммм прикольно при этом следующем да мы используем для осуждения типов равнозируй что в решении вопроса внутри блока accept the chain of toll read a chain of tolls from inciting tag опиши каждый вопрос внутри отдельного блока хорошо 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 так как так так нил вилкам да 7b глюч от песец так сейчас пока пока мы тут это задумались о лама то сгенерила только что ты мне тут какую-то в роли системы за последнее сообщение к новой связи с и последнее к новое сообщение ничего себе туда это даже сложнее и умнее чем дед кухня то даже хитрее 3 решение синь пинь ну Интеллектуальная модель, которая в решении сдачи использует цепочку рассуждений, при таком, при каждом забросе, вы должны расследовать, сколько возраст относительно вопросов, проанализировать преимущественные ссылки каждой гипотезы. Вот это интересно, давайте уточним. Используй этот пример, переведи на английский. Две в том, чтобы сделать дерево рассуждений о каждой ветре. Вторая фронта, вот эти дерево рассудятся. Угу. 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 У эксперты, давайте напишем. У. 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 так может быть не за и не против а оценить более вероятные варианты пусть сравнит каждый вариант друг с другом в итоге должен будет остаться один ты прямо история продумка на маклауда мне сейчас рассказал так но это можно тоже очень ощущение осталось хорошо все мне вот это нравится так смотрим хороший вопрос понимание вопросов чего трава зеленого формулировка заданий мне кажется что трава берутся дуба химические свойства в основании положено для и против делаем комбинации различных химических веществ процесс включая навигацию по сфектовому спектру эволюционной теории также может играть охеренно хорошая простая вопрос поэтому предложу что разину из того что она поглощает большую часть света синего и красного цветов отражая зеленой волны примерно соответственно цвету с тем что зеленый цвет офигенно офигенно очень подробно прямо если честно но обычно там какая-нибудь шляпа типа там зеленая потому что там ну короче вот вот не вот так не вот так подробно а тут прямо тут прямо прям приятно читать такой я бы с удовольствием где-то неплохой неплохая тема как мне кажется для генерации дата сетов или типа того можно принципе использовать хороший простой вопрос разве что мне спасать в остальном жить можно так теперь давайте попробуем еще гему тем все кстати надо быть несколько машин сравнить так пускай чем стал сделает демо чем мы давать 9b ответ на вопрос пускай делает лама 18 мы посмотрим смотрим как кто справится ну в принципе окей хорошо ну кстати тут гораздо более жесткое следование гораздо более строгое следование формата justify так хорошо ну предположим что это был промптик мой любименький так сначала какое число больше там гаранда да 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 здесь последовательно с оба числа равные ну не совсем не совсем так потому что здесь даже видно на картинке 1721162 ну соответственно первое правильный ответ первое больше так попробуем на ламе на ламе пробуем мама 3.1 единственное тут вернем снова митер месседж так хранитель скриншоттель экрана мне сейчас не нужен посмотрите как интересно первое число больше 2 2 числа до оба числа равны это любопытно то есть лама 2 лама не учла и считаю что 2 числа равны хотя размышления у нее хорошие так попробуем попробуем лама чтобы было мыслителем а гема отвечателем потому что гема гораздо более точно следует инструкциям и клавила смотрим вот числа равны нет попробуем еще раз хочешь я расскажу тебе что такое безумие как 172 162 да действительно число ну блин конечно было бы удобно ладно окей допустим допустим короче допустим конечно правильно типа два из трех ответила правильно окей придумаю струбную скороговорку вот это вот интересно потому что чада хопота меня но сказала что извини но безногим я помогать не буду безруким так моя цель быть полезным и безобидным придумать соглашение даже в форме скороговорок противоречит этому принципу это хорошо первый короткий рот и кортавый третий трот блин это хорошо скороговорка важность практики написания написания более положительным игре мы ключи трениться использовать если вы хотите другие варианты скороговорок которые будут позитивны и не оскорбительны вот кстати вам способ борьбы с машинами машина не хочет обижать людей а зимов там все дела вот это кстати это кстати тоже интересная загадка так неплохо это вид спорта книга книга или документ можно хранить между ногами я думаю это книга ну ход размышления интересные в принципе логично да логично но неправильный то есть как это ну не знает она ну в принципе знаете я так думаю если человек который не знает ответы на эту загадку ее задать он тоже будет в ступоре потому как ну там просто на грани на грани по пошлости скажем так звенящий так ну еще разочек попробуем туин между ногами я помню в школе то или в садике было короче давным-давно интересно тут прямо 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 в книгах отличный ответ да это прям вот прям очень хорошо не знаю почему он показал так много но это видимо какой-то глюк я не знаю что это такое я слишком молод видимо это что-то придуманное древними русами ну в принципе в принципе окей зонтик от солнца оба другие предметы причина предположения игровой предмет может быть легко взят двумя руками чем между ногами против вечно предназначенный фитбол который сложно убрать в такое место ну такое не сложно уместить между ногами это необычный предмет для использования нужно много ну да тут хер поспоришь кроссовки левы шмур набрать вообще-то между ногами не слишком обычный ну только 35 нет ну ну я как бы видел такое что это полотенце душа или ванны ну ну короче единственное важно чтобы код это что это все не но как это не короче перефразировать thinking может быть допустим до пинкинг процесс но есть нормальное рассуждение силу ребенок который не катался на господи да да я же говорю то есть в принципе в принципе я бы не сказал что-то прямо ну катастрофа но если она просто ответила полотенце на я бы сказал ну это неправильно в общем это ну как-то вообще не то а тут получается в принципе такой неплохой логичный ход мысли действительно новость можно между в принципе так если как-то пошлость винящую убрать из головы то остается что да действительно ты можешь зажать кроссовки там между ног или не знаю зонтик вот этот парасоль я вот хоть слон слухов узнал для себя хотя его наверно тоже и знал раньше вот минуту и она кстати поняла что это риду вот единственно вот этот не нравится что она приняла за ответ полотенца вот он так и тот процесс будет да вот поймал ансел а он сады кнб это на 5 я пинки что-то вроде такого культурных стрим ну да типа того как обычно надо ты чеш нельзя по-другому тут же цензура страшно и смысле тут нет цензура просто тут нельзя говорить слова пикс мы посмотрим еще разочек числа равны ну какой из них выбрать не знаю как вы там это хер хер роман р ручная работа это религия я не понимаю зачем ты с первой итерации помимо рассуждения просишь ее ответ нет наоборот хочу чтобы она ответ не давала она почему-то пытается чисто файс с общем твою натуре просто уберем пускай это будет она ведь анализирую гипотезу когда отвечаешь на юзерский вопрос follow this step understand and formulate assumptions и justify assumptions почки по час ну попробуем без этого давай какая песня играет на фоне нео-транс жанр так попробуем попробуем какое число больше да не за что сколько числа идентичны то ни одно из них не больше другого равно ни фига не равно десятое все одинаково говорят там что число одинаково но тут с числами конечно он слишком я длинная взял ну давай мое любимое какое число больше как там это было так 9 и 9 да по моему 9 и 9 и 9 или 9 и 9 и 11 попробуем так число будет два является правильным хорошо попробуем другую модельку какая-то из этих моделей должна дать в эти гем опускай гема 9 2 предположим мы на геме все собираем ой поэтому мы так посмотрим что там на линейшном смотрите-ка смотрите какая прелесть вот фигура отличный набор из биги англистами когда кущен асмите комплекту десимал ну не десимал тут лоц набор с ну ладно окей десимал может быть типа а ну да интегра англисты англисты деви девизе в бига в констит ману валам он в сунлайн же the tenth place логично в бига в тэнс плейс нелогично мгм чистивай чистивай сомшен консердинг бот гипотезис ботис 1 более вероятно похожий на правду даже а вот он тут пишет нет больше чем больше продлину но 9 и 9 больше типа числом значений следовательно 9 и 9 офигительно мне очень нравится такой ответ ну и дальше бот учитывая предыдущую дискуссию 9 и 9 больше чем 9 и 10 офигенно 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 давайте еще раз попробуем причем она дано английском размышления вопрос я задал на русском языке повторяется 9 и 9 больше 9 и 1 мне очень нравится ну то есть ну как то пунктик в сторону гема 2 то есть возможно надо будет какой-нибудь можно нужно будет какой-нибудь ансамбль моделей как я это делала в анализаторе датасетов который будет смотреть допустим у нас будет несколько моделей маленьких мы их спрашиваем по очереди и смотрим типа кворум пытаемся кворума добиться если кворум говорит что там 2 из 3 модели сказали что типа 9,9 больше чем 9,11 соответственно мы возвращаем 9 ну короче ответ там какой-нибудь модели случайным образом выбираем или может быть рейтинг какой-нибудь хрен его знает в общем тут можно будет подумать так для чисел калькуляторов можно прикрутить function crawl у тебя доступны следующие действия кликовать например например выполняет вычисления хуже парень поэтому для необходимости используя синтаксиславующие точки ну в принципе можно такое да function crawl очень интересная штука сейчас может быть попозже может сейчас во второй половине стрима с ними поковыряемся вот ну я пока просто хотел как-то что-то сделать вроде того что получилось здесь кистере лимит так и получается у нас ddd вопрос юзера вот так вот сделаем размышления спрячем только тут не ассистент это надо да не ассистент это у меня thinking thinking сейчас код output а кстати да вот это важный тоже нюанс попробуем еще раз не сломал ли я там что-нибудь посмотрим канцелович на бездвига вот этот момент вот этот момент так 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 вот 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 здесь bigger than тут не нового фил да из larger than 9 так все окей то есть надо чуть-чуть было подкорректировать чтобы было прям совсем красиво и у нас тут есть цепочка размышлений и можно будет спрятать вот следующий моментик цепочка размышлений не должна учитываться в истории но это уже в принципе нежности тягачи мне кажется что код ром должен быть по теме или да ты изначально ограничиваешь область выбросов либо создаешь товаре код фронт с которой будет выбираться релевантно перед распределением в зависимости от input да да ну и понимаешь как это для прототипа мне хотелось просто в принципе саму гипотезу типа можно ли сделать нечто подобное из комбинации двух моделей ну 9 9 9 больше чем 9 11 меня уже радует мы кстати можем провести гипотезу маленькую отключить выполнение код логики и тоже гему спросить типа лидер месяц и посмотреть у нас надо короче короче без basic промп то сделать просто отвечать ой 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 ну а ну вот смотрите гема в принципе в курсе в курсе чем 9 11 так да интересно так ладно а что если дать вот так число больше чем 5 и тут 5 kommt а ну короче вот тут уже тут она уже ошиблась проверим больше чем 99 до воспроизводится хорошо то есть видимо уже количество как чисел после запятой она не тянет возвращаем обратно цепочки рассуждений просто мне нужно какая-то какая-то воспроизводимый какие-то кейс воспроизводимый на котором можно будет увидеть разницу опа видите как интересно товарищи то есть чистая гемма косячит она думаю что 9 11 больше чем 909 а здесь она говорит что 9 и 9 больше чем 9 11 сколько 9 больше чем 1 7 десятичном разряде первое число является большим охренеть охренеть вот так вот мы из тупой гемы 9b сделали очень умную гему которая в виду размышлений да кстати это будет название стрима слабо на гему поменять в общем короче пробовать надо пробовать так а что если что если так я хочу узнать еще сделать я хочу ну во первых мне нужно куда-то сохранить example тестовый во вторых history пускай где-то здесь находится в момент на инициализации так юзер месячем put так я еще хотел модели код модел вот модел пускай это будет джемом basic модел пускай это будет basic модел ну это для удобства соответственно не лазить сюда и не править код модел так в чате были какие-то вопросы а если вы про то как делится модель на куски там же основная проблема в том что на каждом этапе нужно создавать на вход модели ее на выходе так все происходит в рамках генерации одного токена где-то это было где-то я такое в лама спите видел в исходниках как делится модель как она на куски короче планировкой занять ну что она реально rpc клиент занимается планированием я ж надеюсь мне это не приснилось да так examples rpc нет надо наверно смотреть блин это я точно это видела точно это видел виктор если ты видишь я точно видел это в исходниках lama cpp где-то здесь где-то здесь расписан планировщик почему я уверен что планировщик здесь есть когда ты запускаешь lama сервер и несколько rpc серваков lama сервер раскидывает в общем допустим у тебя модель весит 500 мегабайт в памяти и у тебя есть два рпс сервера lama rpc клиент сначала заливает на первый rpc backend rpc сервер 250 мегабайт и на второй rpc backend 250 мегабайт только после этого начинается inference соответственно у нас происходит какое-то планирование запросов между серваками короче планирование того какие слои куда попадут вот где почитать подсказать не смогу это надо но если я смогу найти в исходниках lama cpp я прошлю ссылочку после стрима надеюсь не забуду вот ну давайте создадим на гитхабе дадим на гитхабе репозиторий так а может вы оценить правильных правильность ответа сколько будет 2 плюс 2 4 оцени правильность ответа давай запросим оценка 5 из 5 это базовая автоматическая результат будет всегда 4 ну видишь неплохо пользователь спросил сколько просил сумму доброго математическим термине и представил 2 плюс 2 гипотеза pbb equal 4 в общем сам видишь так а можешь потом скинуть использование чат мне нравится больше чем мой стрёмный цикл с сохранением ответа переменной в одном цикле да без проблем сейчас я в репозитории сохраняет все давай сделаем назовем как-нибудь ламу я так и назову так можно оценивать да да ну собственно это лм ранкинг гугли на архиве там целой статьи у этого оригуси в одном целая куча разных этих приемов оценки качества дата сетов оценки качества других моделей может быть не лама может быть озеру лайк мне все-таки нравится лама у 1 она звучит вызывающая и как-то интригующие и даже какие-то исходники то воду поэтому давайте мы его используем remote addd это вот романтию тоже я забыл статус так покаж надо покажу брать гид игнора гноре и пукаше у нас будет точнее гид игноре покажи там всякие а не еда их и войне хай вайке где там было качек покаж это как чумкинг только круче пупу пупу так и дыма надо почистить чтобы не было ничего лишнего в принципе я не знаю может быть и на это не надо ладно пущай будет местная вниз как его вот текущий стоит я скопирую в дымку вот это мы все закидываем сюда мы не заканчиваем не переживайте репа гусева репа гусева имеется ввиду этот я подозреваю два имеется ввиду сайга хотя у был еще рум рум я гусев гусев сайга бот вот тут у него сайга бот есть а вот а пинг-понг точно я думал в саге и пинг-понг кстати он отправил на это же припринт для архива забудем короче гусев наш этот наш рулевой так ну вот чат хистория пожалуй чат хистори а клиент пожалуй тоже отдельно инициализированы здесь только ток маты езжай сюда ну чтоб видно было разные шаги разные этапы все дела хотя чат хистори это наверно все таки да это более такая низкоуровневая тема да и модель наверно повыше да вот пожалуй мы инициализируем клиент дальше считываем промп ты дальше говорим какие модели будем юзать дальше чат хистори инициализируем базовую надо вернуть кстати так такс 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 проверим 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 как получилось а тут почему-то уже косячишь так здесь я системный промп забыл почему он начал косячить только что же правильно было ну ладно мы шо перехвалил конечно перехвалил 35 не то должно быть 0,9 больше хмм еще конечно очень странно очень странно потому что что-то забыл от клинк месседж чистый месседж как ну а если этот моментик надо училить так ладно тут я поставил чат history 3 может быть в этом дело странно странно конечно ладно забавно что-то сломалось так посмотрим должно быть чайна в толпе славы славы двигер нет какая то хрень ассистные длины просьбе проблем не надо что-то как-то блин не нравится мне как-то во-первых оно тексты забыла это мне не нравится это мне не нравится да попробуем так вот уже да хардкод бэйстон и я приводи спущен 9 числа взял дан повторяем что-то такое я Играет музыка Так и надо Так единственное я не вижу чтобы здесь добавилось Здесь должна быть роль user Она не происходит От user message Код От user message Вот Это уже больше похоже на Правда Вот Какое число больше Ассистент Think role user Опять спрашивает какое число больше Based on private discussion Вот Вот Что-то Что-то Вот такое Единственное может быть я второй раз Зря доволю Get messages Посмотрим что получится Нет все таки без этого видимо никак Видимо надо повторять вопрос Надо повторять вопрос И следовательно у нас получается Раз система Потом Система User Ассистент User Система User Ассистент User Четыре И пятый ожидаем ответ Соответственно надо Четыре 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 Чат или нет хиста так чат history может быть и не стоит, надо вот так вот пожалуй делать, без self-content как-то так кстати да, это забавно, дать какой-нибудь вопрос к gpt и посмотреть как она отреагивает тут у меня все закрыто эти учетки эх смотри на наш торги это не стоит и все равно не понимаю почему она тут крашится Трэсбэк фашистого забирает фашистого МН31 чат-старт Почему-то, 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 код-месседжер Континнии А, нет, мне не надо континнии, пускай просто показывает Gospel Та-да-да-да-да К Kızヤ Блупс Чат В жилье Трэкурс модèл по эту стрельбу ваш а на кой хрен ты делаешь он маршал в гоу структуры и чем это отличается от этого вроде один в один я не вижу разницу так ну предположим код месседжес вот модел может параметры просто строка должен быть да нет он первый раз первый проход проходит и к тому же до этого работаю что-то я поменял все сломалось все должно быть ок тут пойди мы пересоздаем сейчас history history пускай всегда одно сообщение код history нужен нам только для того чтобы генерировать массивчик системный промпт и массивчик код history код модул переопределяю вот факт точно спасибо так вот надо наверно знаешь даже не так код респонс и тогда никаких проблем basic спасибо бро ты прямо спас отца русской демократии 9 из bigger все теперь красивенько а вот теперь некрасивенько синк надо как-то да надо будет прятать с ларджер пикос с ларджер дикитон хандеры вообще странно конечно когда то отвечает когда то не отвечает да забавно забавно ну в общем это это дело надо все заставить гид статус а кстати да надо в димки сохранить чат history так все сохраняем текст и собственно кому интересно сурцы будут здесь чатик скинул ссылочку так что это еще надо будет перевести в порядок почухать всякое такое вот так что там я еще хотел дальше function call function call теперь давайте с function call конечно поинтереснее потому как нам нужно каким-то образом каким-то образом во первых давайте найдем какую-нибудь подходящую function call модель function call айбм гранит 20b ну наверно жирновато function call 2 демо 2.9b гранит 22 это я подозреваю лама посмотрим в конфиге диккод casual это что-то новенькое наверняка исходники лежат где-то нет это встроенное ну там диккод что-то новенькое диккод Санта Коза, Биг Код, Лист и Талатес, короче все русские фамилии, шутка, тут много во всем они, ооо, одного нашел, мультиквари attention, прикольно, function call, slash attention, подкодинг, прикольно, интересно, надо будет пощупать, надо будет пощупать, это однозначно пощупать, но есть мнение, что Олана не поддерживает, скорее всего, хотя хрен его знает, Биг Код, так, чем отдельная модель для FC, не знаю, ты, кстати, можешь в тележке написать, там ссылки можно кидать, ну давай посмотрим, Та-дан, 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 та-дан. Эксперменты флаггента. А, прикольно. Пример сессии. Прикольно. Это необычный способ, конечно, мне нравится. И получается, делается, выполняется запрос, и куда он добавляет ответ? System prompt. Ага, ага, вот они вот от агенты. Ну, такое, конечно, это еще отдельно, это еще встроена функция в агента. Ну, ладно, окей, окей. В принципе, для этих. Ну, прикольно, кстати, да, интересно. Интересный все равно способ, тем не менее. Просто как-то, понимаешь, в чем нюанс, это не совсем function call. Ну, вот то, что ты скинул, это не function call, это вот как здесь нарисовано, изображено. это просто модель генерирует каждый раз одно и то же. Ну, то есть, вот она генерирует три пункта. question, toad, action. И дальше, token pause, который перехватывает, как это, внешняя система. Ну, вот, соответственно, это все работает в цикле. max iterations, это все работает в цикле и потом, ну, получается какой-то результат. вот. Ну, вот тут, собственно, можно посмотреть. Вот. Ну, это не function call, function call это несколько другая штука. Это когда у нас в системном промпете описана, описана пачка экземплов. Ну, например, блин, там надо показать. У меня, по-моему, было что-то связанное. Сейчас покажу. Короче, сейчас интересно, у меня на гитхабе лежит проект Moda, который, собственно, хотел опубликовать с помощью ребят из высшей школы экономики, но, к сожалению, там всякие проволочки интересные были. Вот. Есть, в общем, такой у меня проектик. И он как раз о том, что я предлагаю. Почему-то ты не белый совсем. You haven't read messages. Блин, а как это сделать? Блин, в общем, тут красивая картинка, которая описывается. светлый так его вот у нас здесь есть в моде список функций prompt который мы передаем функции description и condition когда эту функцию применять собственно вот этот ямлек преобразуется вот эта секция в частности functions преобразуется потом в нечто похожее на json l то есть это будет несколько объектов по количеству функций которые описаны в яму конфиге они все попадают системный prompt системный prompt модели но не модели там системно броня оказывается давай вот собственно получается что-то вроде этого носить несколько функций мы читаем их из конфигурации далее предполагается что предполагается что мы инициализируем модели передаем ей вот этот список функций потом модель выполнять роутинг допустим мы задаем финансовый вопрос она смотрит какая из этих функций про финансы и соответственно выбирает ее возвращает techfinance соответственно мы делаем прерывание на этом участке и выполняем а ну мало того что прерывание techfinance так еще и она а нет просто просто прерывание делать да делаем прерывание перекидываем пользовательский запрос в эту модель которая здесь указана точнее в данном случае здесь указаны теги короче название лора агентов лора этих доллар агентов вот соответственно мы берем модель лама накидываем на нее нужный лора агент лора адаптер вот допустим это агент финанс соответственно задаем вопрос получаем генерацию и возвращаем пользователя пользователя задают потом например вопрос по по медицине чем tolse какой-нибудь цепочку-размышлений кстати оказывается мне это была модель чёт я забыл про нею вот пользователь просит какой-то цепочкой размышлений выполнять мы соответственно видим что просит цепочка размышлений перекидываем возвращаем как так код и соответственно запрос пользователя перекидывается модель точнее в адаптер лора на модели лама который выполняет chain of talks ну и так далее и тому подобное если интересно собственно были мода на гитхабе такой проект один вот не все хорошо что мы про него вспомнили я его буду брать собственно за основу функшн кол модель хотя если честно я думаю что уже наверно пора закругляться потому что уже башка туго соображает в принципе да и цель я достиг кому интересно репозиторий будет в лама один превью вот я думаю завтра мы продолжим с вами потому что завтра я хотел как раз потестировать стримы в теле агент вот я уже чувствую что просто голос садится вот и завтра мы продолжим как раз таки попробуем во первых поковыряю эту модель chain of talks адаптер и посмотрю можно ли будет обучить свою модель и попробуем уже собрать используя роутинг из моды более сложный соответственно будет нас более сложная будет система построения цепочек размышлений и дела в общем всем большое спасибо товарищи было весело посидеть пообщаться вот в принципе полку желаемого результата я достиг вот работает конечно кривенько косонько но как говорится главное работает вот вам шашечки или ехать мне главное чтобы поехать удалось то есть действительно что-то такое в целом иногда ответы прям даже хороший иногда даже понятно какие размышления проделала модель для того чтобы прийти к тем или иным выводам вот само собой нужно будет улучшать prompt и подумать как то как то более более адекватными сделать сверху скорее всего все таки функционал модель надо но это мы завтра уже попробуем гипотезам вот и надо мне будет подумать несколько разных моделей допустим ну у меня основная тема это финансы и программирование соответственно я попробую сделать во первых а ну и какая-нибудь базовая модель общего назначения я попробую сделать убедиться что функционал модель способна выполнять роутинг на одну из этих трех моделей чтобы каждая из моделей выполняла цепочку размышлений вот и возможно на ней же пускай и происходит генерация ответа финального возможно в этом будет смысл какой-то вот в общем всем большое спасибо микрофона был павел злой до связи пока пока